всем добрый вечер рада быть сегодня с вами здесь это мой первый эфир поэтому я надеюсь что все пройдет хорошо и мы замечательно проведем время тем более мы будем говорить на такую животрепещущую тему как развитие преподавателя английского языка и хотелось бы раскрыть ее наиболее полно потому что она не может быть незначимой для нас всех всем привет пишите из какого вы города очень рада всех вас видеть сегодня моя первая трансляция и я надеюсь что мы проведем ее просто замечательно поэтому напишите как из каких вы городов и как у вас сегодня обстоит погода и напишите одним словом почему что принесло что привело вас сюда и почему эта тема для вас является актуальной на мой взгляд эта тема является очень важной потому что развитие это не то что происходит само собой это то что мы должны планировать это что без направления будет не таким эффективным и не таким быстрым более того если человек не развивается в какой-то момент он просто останавливается и не знает куда идти дальше развитие этой жизни если вы действительно любите свою работу то то так или иначе вы развиваетесь и то что вы здесь уже знак того что вы на верном пути собственно я преподаватель с многими годами опыта только с коэнге я четыре года я дала уже несколько тысяч уроков и я бы хотела с вами поделиться теми техниками теми идеями которые помогали мне развиваться как преподавателю и как и как человеку это мне очень много долой я бы хотел встретить себя пять лет назад и услышать то что я буду говорить сегодня собственно развитие либо либо смерть потому что ничего другого у нас каких-либо ифа нету и собственно с чего начинается развитие любого преподавателя она начинается с оценки того где мы находимся в какой точке мы находимся поэтому я предлагаю вам сегодня провести со мной простой интерактив простое упражнение взять листочек и использовать методику свод с ли пути что переводится как стрэнкс силы витнес с оппортюнити с возможности и средств угрозы я буду перечислять те навыки которым важно обладать преподавателя английского языка каждому навыку поставьте оценку от 0 до 10 насколько вы ими владеете все что ниже 6 нуждается в улучшении и вы пишете витнес с слабости все что хорошо все что выше вы пишете стрэнкс напротив стрэнкс вы пишете оппортюнити с как вы еще лучше можете развить эти качества а в пресс пишите что возьму что будет если вы не будете развивать эти качества и попытайтесь подумать и внимательно послушать меня какие советы я буду говорить по поводу того как можно улучшать то что вы еще не умеете собственно для начала нужно оценить себя и эта техника свод она очень сильно помогает мониторить свой собственный прогресс я провожу ее два раза в месяц 15 числа и в конце месяца ставлю себе цели на развитие своих профессиональных навыков например я хочу развить свой райтинг и пишу что в течение ближайших двух недель я прочитаю такое-то пособие и потом смотрю 15 числа насколько мне это удалось или например я хочу лучше узнать какие новые учебники есть на рынке и я провожу исследование пишу о нем статью в какую-либо у себя в социальных сетях либо для sky teach магазин и потом смотрю как это повлияло на мое владение материалом поэтому имейте при руках у себя на руках этот инструмент и сегодня мы с вами уделим внимание hard skills hard skills это наши профессиональные навыки именно как учитель английского языка это скажем так наш нож который постоянно нужно затачивать и улучшать и он строится на трех основных китах на трех основных моментах которые которые постоянно нужно иметь ввиду когда мы развиваемся как учитель это ваше знание непосредственно английского языка это знание методики преподавания и это знание и знание материалов по которым вы преподаете знание языка очень важно даже если вы имеете очень хороший advanced всегда нужно следить за своим языком потому что в процессе преподавания мы преподаем уровнем elementary pre-intermediate intermediate и в процессе общения наш с ними наш язык неизбежно сползает и теряет свою былую остроту поэтому любой грамотный учитель должен работать над уровнем своего языка это значит измерять его то есть раз два года проходить ielts TOEFL возможно пройти CIE все эти экзамены очень полезны не только для вас как учителя но и для вас как человека говорящего на иностранном на иностранном языке также важно проходить всевозможные курсы наиболее доступные из курсов это TESOL впоследствии вы можете попробовать себя в CELTA и DELTA и что касается такого вашего навыка как чтение можно можно постоянно читать и перечитывать свои любимые книги очень часто мне лень перечитывать какую-либо книгу на русском и я просто беру и нахожу ее на английском я перечитываю моих любимых авторов в оригинале я очень люблю Джулиана Барнса Канзула и Сигура Дэвида Митчелла Майкла Каннингема читайте классическую и современную английскую литературу и вы будете видеть какой язык современный как он изменялся со временем если вы совсем смелые можете почитать middle english средневековую литературу например Чосера или Шекспира в оригинале это все придаст вам дополнительной уверенности и также можете попробовать почитать стихи стихи очень сильно заряжают энергией и любовью к языку например я очень люблю Китса я я люблю я люблю Элиота я люблю Одена большое спасибо Васе Иванов я попытаюсь говорить поближе экзаменов британские обязательно рано или поздно к нам вернуться поэтому не теряйте энтузиазма так или иначе мы будем преподавать английский будем сдавать британские сертификаты поэтому очень люблю Джона Дона люблю Билли Коллинза находите своих любимых авторов и приносите их на на уроки это будет для вас и для ваших учеников большой дополнительный дополнительный плюс не только читайте но и пишите пройдите курс по Creative Writing на таких платформах как Udemy или же например Coursera edX там можно найти много чего интересного и вы знаете что письмо это это лакмусовая бумажка того как вы говорите поэтому обязательно пишите и вам обязательно обязательно это откликнется что чтобы еще хотелось сказать по поводу развития языка ходите в разговорные клубы так у нас в Skyeng есть много разговорных клубов для учителей которые помогут вам развиваться да русский тоже учите это тоже полезно потому что вы не можете говорить на иностранном языке лучше чем вы говорите на своем родном языке читать собственно далее хотелось бы поговорить о таком важном навыке как собственно знание методики потому что знание языка они оно не обязательно выливается в грамотное преподавание и вам нужно знать непосредственно методику преподавания и тут есть несколько уровней и несколько навыков которые нужно освоить ваше знание преподавания основано на умении преподавать основные языковые навыки это reading это writing это speaking и listening вы должны постоянно совершенствовать свои навыки в преподавании именно этих четырех навыков так у нас есть teaching training center в котором вы можете оттренировать свой навык преподавания мы проводим всевозможные вебинары для того чтобы продвигать обвинуть учителей в преподавании конкретных навыков и собственно помимо вы можете читать специальную методическую литературу лично я очень люблю таких авторов как jim scrivener learning teaching или же скотт тормби у него есть замечательная n-a-z of elt дэвид riddle teaching english as foreign language и дальнейшее развитие вашего вас как преподавателя это изучение методологии это это прохождение всевозможных курсов по методологии мне очень понравились в свое время курсы едмаркета скиллбокса можно найти курсы ракурса интера и и многих других это уже вам что больше зайдет и тогда из учителя предметника учителя преподавателя английского языка вы будете постепенно превращаться в универсального специалиста который может интересным образом подать любой материал и объяснить его своим студентам если говорить о конкретной литературе на меня в этом плане очень повлияли такие книги как искусство обучать джулии дирксон приключения как обучение дэйва а беркина и мастерство учителя дуга дуга лемова уже с этими тремя книгами вы сможете много дать своим ученикам и развить свои навыки преподавания замечательно тогда пойдем дальше знание материала очень важно знать материал потому что для преподавателя насмотренность это возможность говорить сразу с точки зрения многих перспектив и привязываться какому-либо одному учебнику это как минимум очень непрофессионально очень полезно уметь работать с несколькими учебниками сразу иметь уроки по одним и тем же темам изготовлено по трем четырем пяти учебникам это не файл инглиш это speak out это cutting edge это new total english то есть работайте сразу с несколькими материалами дополняйте их играйте с ними сами делайте какие-либо материалы в интернете очень много всевозможных ресурсов для этого также мониторите издательства и например в замечательном журнале sky and магазин магазин постоянно выходят всевозможные статьи по обзору различных учебников и как я сказала нужно мониторить их издательства в самые основные это кембридж оксворт лангеншайт дорлин киндерсли лонгман постоянно выходят какие-либо обновления которые позволяют добавить новые материалы поэтому обязательно их тоже смотрите любой материал вообще нужно все что к вам поступает как информация нужно рассматривать как возможный урок спрашивайте себя что это на что это часть информации чему может меня научить как я могу это преподать моим ученикам и вот это вот навык который позволяет видеть любой любой материал как потенциальный урок он выручит вас в любой ситуации и это будет действительно полезно если вы будете продуктивно смотреть с точки зрения того что чему вы можете чему чему этот материал может научить в свое время в средневековье позднем средневековье была замечательная теория теория двух книг о том что существует священное писание существует библия и существует природа бог дал нам читать и то и другое и тот кто умеет читать природу также также важен богу как тот кто и умеет читать библию таким образом европе начала развиваться наука поэтому не смотрите только в учебник смотрите также на всевозможные материалы и вдохновляетесь неважно чем что вы делали учите ли вы какой-либо другой язык читаете ли вы книгу смотрите фильм все это может быть полезным материалом для ваших уроков поэтому приносите все класс и украшайте ваши уроки тем что происходит у вас внутри и наверное самое важное это конечно комьюнити очень важно общаться со своими коллегами и ходить на их уроки смотреть как они преподают обмениваться опытом моя жизнь кардинально изменилась после того как я начала сотрудничать с skyeng потому что именно здесь я встретила много интересных людей преподавателей которые были моими наставниками и которые очень помогли мне развиваться которых я впоследствии учила поэтому очень важно иметь свое комьюнити хотя бы 5-7 человек с которыми вы обсуждаете свой профессиональный опыт в свое время когда я училась на методиста для меня было большим открытием что общение во время обучения это тоже является обучением поэтому имейте своих друзей по профессиональному сообществу есть специальные сообщества которые объединяют людей одной профессии sky teach это одно из этих сообществ поэтому активно участвуйте спрашивайте мнение высказывайтесь и тогда ваши идеи будут существовать более активно более интересно поэтому общение и networking это также важная часть вашего профессионального развития поэтому это на данный момент все что я хотела сказать если у вас какие-нибудь вопросы в электронном виде в электронном виде мы все обязательно вы выложим я думаю я сделаю список раздатку которую впоследствии мы выложим на сайт sky teach и вы сможете посмотреть какие материалы будут наиболее для вас полезны эта часть эту часть моего собственно этого часть моего на выступление я хотела просто посвятить именно hard skills потому что они определяют нас как преподавателя как профессионала однако мой главный тезис состоит в том что до важны ваши профессиональные навыки но в первую очередь ученик приходит к вам за вашей личностью soft skills подчас для учителя гораздо важнее чем hard skills потому что люди хотят видеть человека который будет их вдохновлять и которым своих примером будет вдохновлять их развиваться ведь мы не можем развивать других людей если мы не развиваемся сами потому что нельзя быть умником в классе и дураком в жизни и если вы хотите быть цельной личностью которая который является честным человеком то вы должны развивать себя сами и поэтому следующую часть моего эфира который будет мая мы посвятил мы посвятим а soft skills преподавателя и обсудим какие навыки скилы и характеристики личности нужно иметь для того чтобы быть хорошим учителем для своих учеников и все ваши ученики говорили вам что вы лучший преподаватель в их жизни но hard skills они тоже важны и они опираются на знание некоторых моментов которые мы с вами обсудили это ваше знание языка и постоянная работа над ним это ваше знание методики преподавания и ваше знание сообщества и ваше знание материалов поэтому если вы будете работать над этими четырьмя аспектами своего развития вы обязательно придете к потрясающему результату абсолютно верю вас поэтому всем всем большое спасибо и буду ждать вас на втором эфире посвященном soft skills который пройдет 13 мая утром в 11 часов и всем большое спасибо за внимание большое спасибо моим наставникам большое спасибо моим ученикам и вам большое спасибо дорогая аудитория спасибо за ваши комментарии поэтому всем развития всем вдохновения и а всем самых лучших учеников поэтому всего самого доброго всем пока